всем доброе утро меня зовут Роман Бевзянко я мы с вами сегодня будем заниматься двумя блоками вопросов первый блок это тематика связанная со свободой договора и здесь мы с вами будем обсуждать скорее такие мировоззренческие какие-то на первый взгляд философские вопросы о пределах договорной свободы но я хочу вам показать такой чем про проект практика ориентированный подход к толкованию норм договорного права сейчас не сказать что время для рассуждения о свободе и свободе воли и каких таких материях но тем не менее у нас как у юристов которые занимаются частным правом как принцип собой договор не отнять он есть в ГК и появляются периодически любопытные судебные казусы в которых Верховный суд экономической коллегии Верховного Союза в первую очередь применяет знаменитое постановление пленума вас о свободе договор которое было в свое время большим вызовом текущим тенденциям связанным с толкованием и пониманием что такое императивность диспозитивная норма буквально пару дней назад у Верховного Союза было довольно любопытное определение в котором он как раз вот примерно вот в той парадигме который я вам хочу показать рассуждает относительно комиссии за перевод от юридического лица а физическому лицу в размере десяти процентов от суммы перевода очень любопытное дело и оно неплохо написано и мне кажется вообще по моему лучшее определение за этот год у Верховного Суда о нем поговорим да и я вот я очень хорошо чувствую я вот прям вот увидел это то что как надо рассказывать про свободу договора да то что с одной стороны у нас есть один очень важный ограничитель это императивная норма то есть мы не можем писать договор то чтобы нарушать императивную норму с одной стороны а с другой стороны у нас есть еще один очень важный ограничитель свобод договора это добрая совесть да добросовестность и здесь очень мне кажется вот там здорово получилось что мы соединим в одно в одном материале с одной стороны вопрос о том что такое незаконно потому что нарушает императивную норму а с другой у нас будет блок вопрос посвященный а что такое несправедливо что к нечестно в договоре да это несправедливые договорные условия я видел что у вас будет 8 витрянские с лекциями об общих положениях о договоре и как обычно бывает что я всегда читаю после васил одиночек и он в эти году это вам бельянка расскажет когда это вам бельянка расскажет мы пойдемте дальше уникальная позиция потому что я перед васил одиночку поскольку он мой бывший шеф и человек который для меня очень много значит в юриспруденции я сделаю так он обычно делать я вам подробно расскажу про несправедливые договорные условия вы ему можете потом сказать что вот нам бельянка уже рассказывал поэтому если вы хотите что-то дает рассказать то конечно здорово но вот мы про это уже что-то знаем наш первый блок вопрос второй наш блок вопросов сегодня это ответственность за нарушение договорных обязательств здесь такая будет наверно особенность лекции мы просто пойдем по нормам я вам прокомментирую нормы которые есть кодексе с учетом судебной практики текущей здесь что-то вот такого глубокого серьезного наверное мы вряд ли сможем обсудить за то время которое у нас есть но тем не менее ладно кей все поехали давайте мы начнем с вами со свободы договором эти чуть-чуть такой вот идеологии вот важно и почему юристы которые занимаются частным правом должны в эту идею свободы договора держать в качестве исходной точки для всех рассуждений в договорном праве вы помните на что есть такое знаменитое утверждение о том что частное право покоится на четырех таких основополагающих столпах это свобода собственности свобода договора свобода завещания очень важно кстати и свобода объединений компаний в корпорациях и свободы объединения корпораций нас вроде более-менее ничего на свободы собственности понятно у нас вообще спортом фидеализм да у нас не собственно у нас есть передачи в кормлении какое-то время с феодальными обязанностями явиться по первому свистку соли барчиками арбалетчиками рыцарями так далее а за свободу договора мы сейчас будем говорить а почему свободу завещание важно свободу вещание что имеется ввиду что ты вправе оставлять такие замечательные распоряжения какие ты хочешь оставить и твои свободу твоего творчества в завещании ограничено чем только оперативными нормы да вот нельзя в завещании написать что вот все там только вот вот это вообще понимание то есть если в свободе договора бы мы сейчас с вами видим мы пробили эту стену 10 лет назад благодаря артем горш карапетова и вот сейчас как-то на более менее мы вышли на тот дискурс который характерен для более-менее радостного правопорядка в завещательном праве наследственном праве вообще этого нет но это очень плохо да то что людям не убьют по рукам не дают структурировать наследство так как они хотят у нас есть такой пленум по наследованию верховного суда в котором ну большом счет написано люди вы можете когда помираете писать завещание только то что вам законы разрешил не то что вы хотите и что не запрещено а только то что вам закон за разрешил потом не разрешил закон этого делать нельзя так нельзя писать ничтожно все будет люди бедненькие говорят а как же вот мы хотим помереть а и вот ну вот так вот в завещании написать ангар нельзя а где-то все же нам делать это вы езжайте на чужбину и помирайте там где-то где по-другому и люди готовы слава богу да взял билет москва лондон с пересадкой в стамбуле и полетел помирать бедненький по английскому праву чтобы помереть и нормальное завещание нормально структурировать катастрофа это реально катастрофа почему потому что сейчас начнут массово умирать богатые люди люди которые заработали первые состояния в россии начале 90 90 они сейчас уже старенькие да и они готовятся помирать готовятся они помирать при этом они начинают думать о том как бы сделать так чтобы их дети ну или другие наследники но как-то вот не про не профукали все то что заработать реально проблему нас купили вносить отдельная практика наследственного планирования я ну как я общаюсь иногда с людьми которые там работают я знаю ну и просто реально реально знаю проблем приходит клиент и говорит вот я хочу сделать вот 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 так чтобы было потом насколько он крупный бизнесмен у него в голове выстроены схемы как вот сделать так чтобы его бизнес там остался его пяти наследникам и они между собой не подрались друг друга не объегорили активы не вывели мне обобрали они друг друга вот я хочу чтобы был вот так им говорят знаете вот по российскому праву боюсь так нельзя он это какого можно по-английскому все поехал брать билет москва стамбул стамбул лондон но в джон стареньким понимаешь там скоро ему умирать а ему надо так чтобы все работало жил и тогда поэтому сожалению вот с точки зрения договорного права мы более-менее чтобы открутили сейчас и об этом буду рассказывать морал отофирови наследственного права нет у нас есть сам такие вот всякие прикольные сейчас вещи типа наследственных фондов до вы знаете ну который сначала были наследственно то личные фонды которые вы на переходят наследственные фонды всякие совместные завещания наследственные договоры но это все так написано вот прям так скажем не очень хорошо то что люди которые А риски есть? Есть. Ну хорошо, тогда все-таки в Лондон. Я буду помирать там, буду помирать по английскому праву, не по российскому праву. И вот, конечно, это, наверное, задача на какую-то перспективу в ближайшем лет 10. Ну, юристам в России, практикующим, тех, кто работают с состоятельными людьми, это освоить наследственные правы. Основа современной экономики – это свобода договора. Это вот тот гвоздь, на который висит современная экономика. А поскольку в России, ну формально, по крайней мере, объявлено, что тип экономики – это рыночная экономика, то без свободы договора рыночной экономики быть не может. Там дальше начинают всякие девиации про госкапитализм и так далее. Но это вот мы не будем с вами обсуждать, это вопрос политической экономии. Мы не политэкономисты, мы не юристы. Но в целом вот идея такая, что свобода договора так важна. Почему? Потому что на ней, как на гвозде, висит все современное экономическое устройство. Уберите идею свободы договора, у вас все посыпется. Вы должны просто, ну как бы, свернуться и сказать, ну хорошо, восстанавливаем госплан и поехали. Именно поэтому со свободой договора, как с такой списанной торбой, юристы бегают и говорят, не трогайте ее. Мы можем заключать договоры так, как хотим. Собственно, это одно из самых главных проявлений свободы договора. Свободу вступать и не вступать в договор. Второе проявление, юридическое проявление свободы договора, это свобода определять условия, на которых мы вступаем в договор. Мы вот на этом с вами сконцентрируемся сегодня. Потому что про первое, ну все просто, уже все понимают, да, что свобода договора, вот в смысле свободу заключать, либо не заключать, она, ну не то чтобы абсолютно, но близка к этому. Ну, понуждение к заключению договора сегодня в России, ну реально, возможно, в каких двух случаях? Первое, когда заключение договора обязательно со словным законом, либо второе, когда вы себя связали с соглашением, да, и вы заключили предварительный договор, в котором вы обязались. Вот два случая, когда надо отказаться от идеи, что я свободен, да, я могу заключать, могу не заключать договор, ты обязан заключить. Хотя, вот, кстати, со вторым тоже могут быть проблемы, потому что есть правопорядки, в которых, например, предварительный договор, как обязательство заключить договор в будущем, не рассматривается как обязанность к заключению договора, которая может быть реализована принудительно. Я обещал с вами заключить договор купли-продажи через год вот этой вещи. Год прошел, вы говорите, Роман Астрович, ты как себя чувствуешь? Я говорю, ну, слава богу, ничего, но продавать не хочу. И, ну, есть такой подход, да, в других юрисдикциях, где ты не можешь понудить заключить договор. А ты можешь только убытки взыскать. Нормально, ну, как англичане так живут. Ну, англичане тоже не дураки. Мы смеемся над ним, потому что они дураки, они очень такие неглупые люди. Они говорят, ну, по-другому, с другим заключи договор, а убытки взыщи. Да, то есть ты пообещал, что ты продашь фейдж за 100, а она везде стоит 120. Купи за 120, убытки взыщи в размере 20 с того, кто нарушил свое обещание заключить с тобой договор. Ну, там дальше, ну, в России какая национальная проблема? Говорят, ну, я убытки, конечно, взыщу. Если взыщу, мы об этом тоже будем уже после перерыва говорить. Это же тоже подвиг Геракула, да, взыскать убытки в России. Да, но у него ничего нет. Почему? Ну, потому что компания создана, там, на 10 тысяч рублях, там, с какими-то седлевыми, там, непонятными, там, учредителями, бумажная абсолютно фирма, там, не гроша за душой, там, банкротство, оспаривание сделок, субсидиарка. Ну, то есть, ну, кому это надо? Лучше прямо вот взять и, как это, заставить договор заключить, никаких убытков. И третье проявление свободы договора – это свобода прекратить договор, да, свобода договора, право прекратить договор на тех условиях, на которых стороны хотят прекратить договор. Это оборотная сторона первого, да, первой опции. Я волен заключать, либо не заключать контракт, но если мы заключили контракт, то мы вольны прекратить его так, как мы хотим это сделать. У вас будет отдельная лекция, по-моему, да, по расторжению договоров, по последствиям расторжения, и вам все будет это рассказывать. Я тоже этого касаться не буду. То есть мы с вами сосредоточимся на второй вот этой составляющей, на второй опции, на таком проявлении свободы договора, как право по своему усмотрению определять условия договора. Как мы работаем с этим проявлением принципа договорной свободы? Свобода определять договорные условия. Базово вы помните, что в ГК написано, что стороны вправе заключать договоры на условиях, на которых они хотят договориться, при этом они не вправе нарушать императивные нормы. Идея такая, можно все, что не запрещено. Можно все, что не запрещено. Вот помните, есть такое знаменитое выражение, такая формула знаменитая. Можно все, что не запрещено. Это, в общем, лозунг договорного права. Можно все, что не запрещено. Мы можем договариваться на любых условиях, на которых хотим, если это не запрещено законом. Здесь я хотел бы вас еще чуть-чуть погрузить в теорию права. Потому что можно все, что не запрещено. Это метод так называемый, метод регулирования. Какие еще есть? Помните два правовых метода, при помощи которого законодательный правотворец воздействует на общество. Можно все, что не запрещено, то, что в целом характерно для частного права. С определенными оговорками, но в целом частном праве так. Можно все, что не запрещено. Есть такой второй метод. Можно только то, что разрешено. Это что такое? Для чего это? Для какой отрасли права это характерно? Ну, публичного, да? В широком смысле, да? Публичное право. Вот публичное право так работает. Можно только то, что разрешено. Вы едете на машине, у вас инспектор ГИБДД останавливает и спрашивает. А вы вот зубы сегодня чистили утром? А вы говорите, какое дело? А он говорит, ну как так. Я вот полицейский, большой начальник, хочу знать. А вы говорите, а ты не можешь знать? Почему? Потому что тебе закон не разрешает спрашивать это. Понятно, да? То есть ты можешь сделать только то, что тебе разрешено. Какой-то министерство культуры не может выдавать квоту на вылов камчатского краба. Росреестр не может взять и запретить показ какого-нибудь кинофильма. И так далее. В публичном праве другой подход. Можно только то, что тебе разрешили. Вот тебе разрешили сделать дело, не разрешили, не маги. Забудь. И есть третий метод. Запрещено то, что названо запрещенным. Это для какого права характерно? Для уголовного. Ну, уголовное, административное, в смысле, право административных правонарушений. В российской традиции мы делим, уголовное, административное, ну, это звучит странно, на мой взгляд. В этом смысле немцы, мне кажется, очень так, утилитарно подходят. И говорят, если такой понимаешь, штрафрект, право наказания. Вот нельзя, а ты сделал. И у них, что мы понимаем под административным проступком, что уголовно-наказуемый день, все, вот одно, это штрафрект. Он очень удобно. Без всяких вот этих вот миндалинчаней. Да, вот побил жену, это административно. А если побил там кого-нибудь не жену, да, то это вот уголовное. Побил пластиковым стаканчиком, да, сразу уголовное тоже. Я, ну, наверное, вот такой тоже еще вот, для того, чтобы вы вспомнили из общих, да, вот, начал теории права. Вот эти три отрасли правовых, публичная, частная и уголовная, но они составляют костяк, на котором выстраивается вся система. Да, эти три подхода, можно только то, что тебе разрешили, можно только, можно все, что не запрещено, и запрещено то, что названо запрещенным, это вот три базовых метода правовых регулирований, из которых вырастает, да, вот вся правовая система. Ну, так в целом довольно просто. Возвращаемся в частное право. Мы сказали, что в частном праве действует принцип можно все, что не запрещено, а запрещено, чем? Императивными нормами. То есть теперь нам с вами важно понять, а что такое императивная норма. И здесь, когда мы начинаем рассуждать о том, как юристу практикующему понять, что вот норма императивная, нам надо вспомнить вообще, какие виды норм бывают. Обычно, когда мы начинаем вот с практикующими юристами качать, да, вот виды норм, казалось бы, это теоретический вопрос, но очень важный на практике, мы наталкиваемся на такую проблему. Ну, вроде бы, вот, помню все, да, что императивную норму, какая-то вот такая вот норма, которая что-то говорит, ну вот нельзя. А диспозитивная такая добрая норма, она говорит, ну вот, 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 если вот, ты ни о чем не договорился, то вот так вот, а если по-другому хочешь, договоришься, нам еще на тебя наплевать. Ну, сейчас мы поговорим. Но есть тип норм, в отношении которых не очень понятно, что это за нормы такие. Ну, вот, например, допустим, пункт 1-й, 454-й. В силу договора купли-продажи, одна сторона обязуется передать вещь в собственность, с другой стороны, а вот эта, другая сторона, обязуется платить деньги. Это какая норма, императивная или диспозитивная? Ни то, ни другая. А какая? Дифи, а, черт. Вот почему-то я уже какой-то раз накалываюсь. Потому что вот здесь почему-то трансляция, презентация, они вылетают вот так вот по одному, а здесь он сразу все показывает, и, в общем, как отобрали десерт у мальчика маленького. Да, на самом деле, обычно коллеги забывают про то, что есть нормы, которые ни те, ни другие. То есть они не устанавливают обязательных правил поведения, не устанавливают правил поведения на всякий случай, да, если вы не договорились о чем-то. Это нормы, которые нам задают понятия юридические, с которыми мы, юристы, дальше работаем. Вот пункт 1, 454, действительно, да, в силу договора купли-продажи, одна сторона обязуется... Надо будет мне в следующий раз вот так вот делать. То есть вот сначала на этом... Да, какая-то норма, да? И потом вы такие, там императивная, а вы там диспозитивная. Ну а что, может быть купли-продажи, по которой цену не надо платить, да? А потом раз так, включаешь, и все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Ну так вот, то есть норма пункта 1, 454, это норма, которая объясняет, что такое купли-продажи. Купли-продажи называется договор, по которому одно лицо обязуется деньги заплатить, а другую вещь передать собственность. Зачем нам надо знать, что такое договор купли-продажи? Чтобы правильно, чтобы уметь квалифицировать договоры, с которыми мы сталкиваемся, и которые могут называться просто договор, или договор, или соглашение, или контракт, или инвестиционный контракт. И там в инвестиционном контракте написано, по-настоящему инвестиционному контракту одно лицо, инвестор, обязуется осуществить инвестиции в реализацию инвестиционного строительного проекта башни там BTPTEMPT, в Москва-Сити, в размере 100 миллионов долларов. А другая сторона, реципиент инвестиций, обязуется закончить этот инвестиционный проект не позднее 1 января 2027 года и передать инвестору помещение на сотом этаже башни Великая Россия не позднее там такого-такого-такого-то. О, как здорово! Инвестиционный контракт! Правда? Или нет? Вот хорошо образованный юрист, который знает дефинитивные нормы, он говорит, подождите, какой-то инвестиционный контракт. У вас договор, по которому одно лицо, инвестор, обязуется деньги заплатить, а другое лицо ему за это вещь в собственность. Конечно! Сейчас, 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 секундочку. И вы говорите, ну подождите, но две с половиной тысячи лет Homo sapiens называют договоры, по которым одно лицо обязуется деньги заплатить, а другое вещь, собственно, за это передать, называют купли-продажи. Но почему-то в России последние несколько десятков лет почему-то принято называть их иногда инвестиционные контракты. Но это просто купли-продажи. Да? То есть, вот, есть такая классная технология, работая с системой договоров, ее изобрел Артем Бешкарапетов. Он ее назвал пандектный шкаф. Пандект, ты знаешь, что такое? Пандекты, ну, пандекты, или дегесты. Это упорядоченное, да? Что-то, что-то вот такое с маниакальной дотошностью упорядоченное. И пандекты это обработка немецкими юристами 19 века материала римского права. Я вот, опять же, не знаю, сколько вы глубоко с римским правом знакомы, с настоящим римским правом. Не с тем, что вам преподавали под соусом римского права, но что то, что вам преподавали под соусом римского права, это не римское право. Настоящее римское право такое. Вы открываете дегеста. Вы кто-нибудь дегеста, вообще, ну, реально, в жизни читал? Никто. Ну, я читал. Хоть кто-то, я читал. Вы открываете дегеста, и там написано, Павел считает, что если там раба стихо отдали та-та-та-та-та, то вот то-то-то. С ним не согласен Ульпиан, который считает, что то-то-то-то-то. А у Цельса про это вот написано так-то. Там следующее. Там, ну, норма, вот такая, да, на самом деле, я не шучу. Откроете дегеста, почитайте. Вот они примерно так написаны. И вот, как бы, вот сходу попытаться понять, а что там в римском праве, но поверь мне, невозможно. Что сделали, 15 века, немецких юристов. Потому что они вот эти вот, Павел сказал здесь, Ацельс думает так, а Ульпиан так, Апопинян так. Они просто взяли из этого всего и выжили ну, некие абстрактные правила. То есть, нам написано, что Ульпиан считает, что если ты передал раба стихо-то-то-то, покупатель та-та-та-та, собственность переходит на движимую вещь в момент передачи владения. Написал немецкий парень в 19 веке. Он просто выжил из источников, из римских. И вот все то, что вы изучали под соусом римского права, это на самом деле вот эти вот пандекты, то есть, расставленное в логическом порядке знание, которое было выжато немецкими юристами в 19 веке из римских источников. Понятно, что не так все однозначно, как я рассказываю, там были всякие институции, а-ля учебник, институция Гая и так далее. Но вот в целом это вот так работает. Пандекты, это когда вы берете хаос и по полочкам расставляете, упорядочиваете, вот Артем Георгиевич Карапетов сделал примерно то же самое с договорным правом. Он говорит, представьте себе, что договоры это шкаф. В нем пол, открывайте створки, в нем полочки. И полки подписаны. Первая полка так подписана. Договор, по которому одно лицо обязуется вещь собственность передать, а другое за это деньги платит. В скобках купли-продажи. И дальше, если вы читаете договор, и он про то, что одно лицо обязуется вещь передать собственность, а другое платит деньги за это, но договор называется инвестиционный контракт, вы берете и кладете его на какую полку? Купли-продажи. Потому что нет такой полки, где написан инвестиционный контракт. То есть, если вы попробуете что-то такое создать, какую-то полочку написать, где будет описано, что такое инвестиционный контракт, у вас не получится. Да? Есть еще так, в какой инвестиционный контракт считается договором подрядом? Прекрасно. А Артем Георгий Карапетов на это тоже имеет ответ. У него там следующая полочка написана. Договор, по которому одно лицо обязуется достичь некого результата, создав вещь, либо изменив вещь, переработав вещь, а другой обязуется деньги заплатить? Называется договор подряда. Вскобка договор подряда. Вы читаете инвестиционный контракт. Там написано. В рамках реализации настоящего инвестиционно-строительного проекта инвестиции осуществляется в виде деятельности по штукатурению фасадов. Вот инвестор, который обязан сам, своими силами либо при помощи третьих лиц внести этот вклад в инвестиционную деятельность, видя, что который у него фасадов, он должен сделать так-то, тогда-то, всякие-то сроки. А за это ему, застройщик, три квартиры в этом доме. что мы дальше делаем? Мы открываем поддельный шкаф профессора Карапетова. Там находим полочку, где написано договор, по которому одно лицо обязуется достичь результата, а ему за это платят в скобках договор подряда. И вы берете, кладете этот договор, который называется инвестконтракт, вы кладете его на эту полочку. Еще третий тип инвестиционных договоров. Например, написано инвестиционный контракт. В рамках настоящего контракта осуществляется реализация инвестиционно-строительного проекта строительства башни Великой России стоит там, не знаю, стоэтажной в Москва-Сити. Три соинвестора. Соинвестор один, Сбербанк, должен дать деньги на строительство. Соинвестор два, Роснефть, должна дать нефть для строительства. Ну и это образ управления делами президента. Землю подогнать под стройку. И дальше три соинвестора делят между собой башню Великая Россия на три части этажей с такого-то по такому-то одному, ну, понятно. Называется инвестиционный контракт. На самом деле, что это? Открываем пандертный шкаф профессора Карапетова. Там у него полочка есть, где написаны договоры, по которому лица обязуются ввести совместную деятельность и потом делят ее результаты. 200 на тысячи лет Homo sapiens называет такие договоры товариществом. В России почему-то это называют соглашение об инвестиционной деятельности. Но для хорошо образованного юриста это не должно быть проблемой. потому что вы говорите вы можете назвать это как угодно. Но если это подпадает под дефинитивную норму товарищества, то это товарищество. Если это под купли-продажи, то это купли-продажи. Тем более, вы правильно вспомнили, в ГК есть норма пункт 2 455. И написано, что предмет купли-продажи может быть как быть собственностью продавца в момент заключения договора, так и может быть создан либо приобретенным в будущем. Как здорово, как славно живется в России с таким гражданским кодексом. Да, да, к сожалению, люди, которые ляпали инвестиционные контракты, они были либо плохо образованы, либо вообще необразованы. А вот поскольку мы с вами изуродованы юрическим образованием, мы должны не бывают инвестиционных контрактов. У них нет своего собственного предмета. Почему? Потому что понятие инвестиций это понятие экономистов. Для экономиста инвестиции это все то, что ты сегодня вложил во что-то, а тебе через какое-то время это прибыль принесло. Если я сегодня на стройке, на этапе стройки купил квартиру, а через два года ее построили, она дороже, чем то, что я заплатил, мне это принесло выгоду? Инвестиции? Инвестиции. А я, например, взял трактор, купил и отдал его фермеру и фермер его догоняет на нем слушает это мне принесло инвестиции дохода в виде арендной платы. Принесло инвестиции в трактор. Все инвестиции. Инвестиции это все кроме обменных сделок. Инвестиции это облигации купил инвестиции, акции я купил инвестиции, а я кредитную линию открыл инвестбанк занимаюсь высокорискованным кредитованием венчурным. Инвестиции есть все инвестиции. Для экономистов это все инвестиции, а для юристов это совершенно разные конструкции. Когда ты вкладываешься в акции, ты акционер, у тебя корпоративные отношения. Когда ты покупаешь облигации, ты взаимодавец, у тебя обязательственные отношения. И так далее, и так далее, и так далее. Когда вам говорят, эх бы нам какой-нибудь закон об инвестиционной деятельности, вот заживем. Он у нас дурацкий, он дебильный, прям совсем мерзотный. А вот бы нам нормальный закон и заживем сразу. Это реализуемо? Нет. Потому что у нас есть закон об инвестиционной деятельности, называется Гражданский Модекс. Все, больше ничего не надо. А вот то, что сейчас мы знаем под законом, под названием, да, у нас три закона об иностранных инвесторов, там, об инвестиционной деятельности в СССР, мне кажется, это правительское название, по-моему. Да, то есть люди просто были большие приколисты, да, они предвосхитили, что когда Back in the US СССР, случится там через какое-то время. И у нас есть третье, это называется закон об инвестиционной деятельности в форме к вложений. Если вы эти законы будете читать, но помимо того, что они написаны дурным языком, прям там, омерзительным, отвратительным канцеляритом, то есть, ну, это просто мерзость, там, Александр Сергеевич Пушкин проклял бы тех, кто написал эти законы, потому что это люди, которых, ну, для которых, наверное, русский язык не родной, что ли, да, или, не знаю, они тайные враги русского языка, они так ненавидят его, потому что они так плохо им владеют и так плохо им пользуются. Но неважно. То есть, если вы почитаете эти законы, о чем они? Российская Федерация обязуется защищать права инвесторов в порядке установленным законом. Российская Федерация обязуется давать им льготы в порядке установленным законом. Российская Федерация обязуется там дружить, не обижать инвесторов, стимулировать развитие инвестиций в порядке и на основании их установленным законом. У этих законов нет своего предмета, потому что инвестиции это понятие не юридическое. Итак, с дефинитивными нормами все понятно. То есть, вы читаете норму, если вы понимаете, что это то, что задает нам юридические понятия, то есть, то, что нам дает инструментарий. Собственность есть, владение, пользование, распоряжение, там, вещью. Ну, какая норма? Дефинитивная. Да, то есть, не я скажу, что это императивная норма или диспозитивная норма. Это дефинитивная норма. Или, например, вот мне тут тоже очень нравится. Семья – это союз мужчины и женщины. Это какая норма? Императивная, диспозитивная или дефинитивная? Императивная. То есть, не бывает союза двух женщин и мужчины. Бывает. Называется мама, бабушка и сын. забавно, что-то смешно. Ну, хорошо, а если там союз, не знаю, а? Ну, то есть, понятно, что семья – это вот, ну, благодаря дефинитивную норму. Я знаю, что семья – это вот союз мужчины и женщины, которые основаны там, что-то там на любви и так далее, так далее, так далее, так далее. Это очень странно, когда неправая категория жизни основана на любви. А если я не очень люблю? Ну, или другого люблю, женщина подумает, да, или я другую люблю. Все, брак прекращается, что ли, у нас на любви нет? Как-то это странно. Поэтому это вот к вопросу о том, что старики римляне были правы, когда они говорили, что в законах любое определение вредно. Задача законов не содержать дефинитивную норму. Дефинитивные нормы надо, чтобы они скорее вырабатывались догмой, да, то есть все студенты знали, что договор купли-продажи, по которому я тебе вещь собственности обязую взять, а ты мне деньги заплатил. То есть у немцев, например, нету определений закон. Они стараются забегать их. Просто учат на юрфаке, но люди говорят, мы знаем, что такое купли-продажи, спасибо, нас научили. Ну вот мы, поскольку мы такие довольно молоденькие, да, в смысле возвращения в частное право, у нас, наверное, это полезно, но в целом, скорее, это вот вредная история. Окей, хорошо, разобрались, что такое дефинитивные нормы, поняли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова